В Владимирской области за сутки выявлено еще 325 зараженных коронавирусом, на 3 меньше, чем накануне. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания ковидом в нашем регионе теперь 67 677. В лидерах по приросту по-прежнему Владимир, 65 заболевших за сутки, вчера прибавка составляла 68. Всего с начала пандемии в областном центре уже 15 856 зараженных. Летальных исходов 2 на 13 меньше, чем накануне. Общее количество погибших от новой заразы уже 2349. Число выздоровевших сегодня 67. Всего победивших коронавирус в нашем регионе теперь 53 345. Аварийное воскресенье. В этот день на дорогах области в трех серьезных ДТП пострадали 8 человек. В Кольчугинском районе на 21-м километре трассы Юрьевпольский и Кольчугина лоб в лоб столкнулись две легковушки. По данным дорожной полиции, 32-летний водитель ВАЗа 14-й модели совершил выезд на встречную полосу, где столкнулся со Шкодой «Октавия» под управлением 66-летнего водителя. В аварии пострадали 5 человек, водитель и двое пассажиров ВАЗа, в том числе 17-летняя девушка. Они госпитализированы с травмами головы и ног. Кроме того, аналогичные травмы получили двое детей в иномарке 4 и 8 лет. На М7 подвязниками с тяжелыми ранами был госпитализирован дальнобойщик. ДТП произошло на так называемом «черном километре», участке дороги, на котором регулярно разбиваются фуры. По данным ГИБДД, на этот раз 43-летний водитель КАМАЗа догнал попутный большегруз «Вольво». Из-за скорежной кабины пострадавшего водителя пришлось извлекать спасателям. Водитель автомашины «КАМАЗ» 1978 года рождения не выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди грузового автомобиля «Вольво» и совершил с ним столкновение. В результате данного происшествия серьезные травмы получил водитель автомашины «КАМАЗ». У него диагностирована черепно-мозговая травма. Кроме этого, ему была ампутирована одна из голеней. А на 36-м километре трассы «Владимир Муром Арзамас» два человека пострадали в аварии. Как сообщают госавтоинспекции, 38-летний водитель «Вольксваген Гольф» на перекрестке не уступил дорогу «Хёнде Элантра». Произошло столкновение. После чего автомобиль «Вольксваген» совершил съезд в кювет. В результате дорожного происшествия травму получил пассажир автомашины «Вольксваген» 1992 года рождения. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом ребер. Кроме этого, получил травму пассажир автомашины «Хёнде» 1978 года рождения. Из-за неисправного печного отопления пострадал человек. Пожар начался глубокой ночью в частном доме деревни Вам на Гороховецкого района. На место прибыли огнеборцы. К их приезду пламя уже охватило дом и автомобиль рядом. Пожар был потушен на 49 квадратных метрах. Пострадал 57-летний хозяин дома. Он был госпитализирован с ожогами. Пожар нанес и значительный материальный ущерб. Уничтожены кровля, деревянные стены и имущество дома. Автомобиль также выгорел полностью. Как удалось установить дознавателям МЧС России, на момент пожара хозяин дома спал и проснулся от резка дерева и едкого запаха дыма. Кровля дома уже полыхала. Наиболее вероятная причина пожара – неисправность в работе дымохода. Неисправность и нарушение эксплуатации печей дымоходов – распространенные причиной возникновения пожаров, в том числе пожаров с гибелью людей. С начала 2021 года четыре пожара, возникшие из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей дымоходов, унесли жизнь восьми человек. Владимирские любители внедорожников помогли пожарным потушить автомобиль. ЧП произошло в гаражном кооперативе на Большой Нижегородскую дома номер 100. На место прибыли спасатели, восемь огнеборцев и три спецмашины. В одном из гаражей бушевало пламя. Внутри горел легковой автомобиль ВАЗ-10 модели. Очевидцами происшествия стали любители внедорожников, которые оказались неподалеку. В своем сообществе единомышленников они откликаются на призыв о помощи владимирских автолюбителей. Если чья-то машина, например, застряла в грязи, то участники сообщества на полноприводных внедорожниках ее вытаскивают. На этот раз их помощь потребовалась пожарным. Горящая десятка стояла в дальнем углу гаража, потушить ее внутри было крайне сложно. Пожарные и автолюбители-очевидцы решили вытащить машину на улицу. И ребята МЧСники подошли к нам и попросили нас о помощи. Достали они свой трос, прицепили его к автомобилю, который стоял в гараже. Ну, как оказалось, что трос коротенький, мы достали свой трос, прицепили, сцепили два трасса вместе и вытащили своим автомобилем из горящего гаража вот этот автомобиль, который там стоял. В итоге пожарным удалось потушить и машину, и гараж. Площадь возгорания составила 48 квадратных метров. Вазовская десятка выгорела полностью. Частично пострадала внутренняя отделка двух соседних гаражей. Зато обошлось без пострадавших. Дознаватели МЧС выясняют причину пожара. В квартирах нет тепла. Этими словами нашу съемочную группу встретили жители нескольких домов на улице Крупской. Отопительный сезон в разгаре, но уже около месяца жилые помещения отапливаются крайне слабо. Жалуются люди. Среди них Ольга Декина. Пенсионерка вынуждена ночевать на кухне и согреваться с помощью газовой плиты, что крайне опасно. Ведь случаев взрыва бытового газа в домах, когда жильцы решили погреться от плиты, за последнее время в стране было немало. Но пенсионерка разводит руками. Замерзать ей не хочется. Конечно, ни комифонии не очень-то. Мы стали замерзать. Здесь я почему в зале сейчас не... Потому что, говорю, на кухне я могу газ включить. У меня нет обогревателя. Я могу там подогреться. Но этим проблемы пенсионерки не ограничиваются. Принять горячую ванну она тоже не может. Вода в кране чуть теплая. Она если и потечет, она вот такая будет мыться. Ну, можно голову помыть, немножко сполоснуть тело. Ну, чтобы вот, если попариться человеку, кто-то любит полежать в ванной, этого уже нету. Среди замерзающих и Екатерина Монголова. В этой квартире она живет уже почти 9 лет. За все время никогда не было так холодно, говорит мама двоих детей. Чтобы не замерзнуть вместе с своими детьми, Екатерина вынуждена включать обогреватели. Она не понимает, почему же с нее берут деньги за тепло, раз его в квартире почти нет. Сложно заснуть, пока не согреешься. Под одеялом, с носками даже вот бывает прохладно в последнее время. И в наше время, в таких условиях жить, это некомфортно еще. Учитывая, что и маленький ребенок. Так как у нас маленький ребенок, мы электрический обогреватель включаем дополнительно. Хотя уже отопительный сезон в разгаре, должно быть тепло в квартире. Так почему же жители этих домов замерзают в своих квартирах? У людей есть своя версия. Информацию жильцы получили от приходившего к ним слесаря. Якобы на тепловом узле установлен ограничитель температуры. Цель вынудить злостных неплательщиков начать платить по счетам, считает Ольга Катарова. Меняли крышу и поставили ограничитель на тепло. Ограничитель поставили из-за неплательщиков. А почему мы должны, добросовестные платильщики, страдать из-за этого? Вот недавно слесарь приезжал. И было сказано, что купите обогреватель, который дует и вам надоет. Мы связались с управляющей компанией, которая обслуживает дома на улице Крупской. Директор организации рассказал, что ограничитель действительно установлен. Но это вовсе не связано с неплательщиками. Ограничительное устройство поставили тепловые системы. Они поставили погодорегулируемую автоматику. Соответственно, люди, привыкшие жить с открытой корточкой в жару, им сейчас некомфортно. В Т-плюс нам рассказали, что центральный тепловой пункт на улице Крупской ранее был модернизирован. И теперь там установлено оборудование, которое поддерживает температуру в жилых помещениях согласно нормативам. Дескать, раньше в домах было наоборот – перетоп. Ранее в этих домах были случаи перетопов, что оказывало негативное влияние на систему теплоснабжения в целом. Сейчас автоматика настроена на работу от фактической температуры наружного воздуха таким образом, чтобы поддерживать комфортную температуру на уровне не ниже плюс 18 градусов. Но норматив нормативом. А что делать людям, которым холодно? Как пояснил эксперт, жильцы могут добиться увеличения подачи тепла в своих квартирах. Правда, вместе с этим повысится и стоимость отопления. Если их не устраивает температуру некомфортно, пусть пишут коллективное обращение в адрес ресурсоснабжающей компании, чтобы им увеличить генератор сопла. Но тогда у всех будет право сделать расчет тепловой нагрузки на большее количество гигкалорий, которые поставляются в доме. Соответственно, подлежит большей оплате. Есть и другой путь. Если жители считают, что их права на комфортные условия проживания нарушены, они могут обратиться в госжилинспекцию. Этот контролирующий орган после соответствующих замеров может добиться увеличения подачи тепла в домах на улице Крупской. Алексей Домнин, Шестой канал. От кругосветных путешествий и природных богатств России до загадок истории и современных технологий. Владимирцы вместе со всей страной поучаствовали в ежегодной просветительской акции Русского географического общества. Мы подаем вам два бланка. Первый бланк вы заполняете и сдаете его нам. А второй бланк оставляете себе и потом вот по этому номеру сможете проверить свои результаты, перейдя по партию. То есть все индивидуально, да? Каждый узнает, на что он написал. Да. Акция проводится уже в седьмой раз. Поучаствовать в географическом диктанте могут все желающие. Онлайн и на специальных площадках. Ответы на некоторые вопросы можно найти логическим путем, используя эрудицию. Вопросы географического диктанта состоят не только из тем по географии, но и затрагивают литературу, историю, прояведение и другие сферы из естественных наук и из истории. Некоторые задания диктанта можно сравнить с заданиями из олимпиад, потому что в них требуется хорошо подумать, возможно, в каких-то представить карту страны, и вспомнить какие-то школьные темы, темы из института. Это не совсем диктант, а тестирование. Всего два блока вопросов, 10 лёгких и 30 посложнее, с вариантами ответа. На прохождение теста отводится примерно 45 минут. Все вопросы тщательно отбирались. Для участников акции их заранее записали и озвучили известные люди. В их числе ведущий Леонид Якубович, певица Пелагея и даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Вопрос в номере этого субъекта Российской Федерации является самым большим. Ежегодно в акции участвуют сотни тысяч человек, причём не только из России, но и из разных стран мира. Пока по статистике средняя оценка за диктант у большинства удовлетворительна. Средняя оценка по географическому диктанту – это оценка 3, поэтому нужно повышать свои знания как теоретически, так и в практической точке зрения, участвуя в походах, участвуя в экспедициях и просто путешествуя по своей родной стране. Как думаете, почему всё-таки так вот не хватает? Мало мы знаем про нашу Россию. Ну, в первую очередь, наверное, это количество уроков по географии, которое сейчас ведётся в школах. Это один урок в неделю, что крайне мало. И мало практических занятий с детьми именно в полях, потому что люди больше участвуют в теоретической части. Владимирцы участники диктанта рассказывают, акция помогает освежить школьные знания и заинтересоваться географией. Зачем вообще приходить, отвечать на эти вопросы и участвовать в акции? Ну, это, во-первых, просто интересно, во-вторых, проверка своих реальных каких-то достаточных знаний по предмету, которые, мне кажется, всем более или менее нравятся. География. Скажите, а где были в нашей стране, в каких уголках, может быть, таких необычных, далёких? Ну, от Урманска до юга, на восток, к сожалению, не так было. К слову, все желающие до 24 ноября ещё могут пройти онлайн-версию географического диктанта. Написать его можно много раз без регистрации. Увидеть результат можно сразу же. Те, кто писал диктант на специальных площадках, узнают итоги в начале декабря. Маргарита Махрова, 6 канал.